Поддержим нашу докладчицу. В общем, еще немного о нашей команде. Мы зарабатываем на Дошираке. Занимаемся разработкой Вилибриум 2 и еще парой небольших проектов. И сегодня мы расскажем, попробуем рассмотреть такую проблему, как в отсутствии бюджета, времени и вообще возможности нанять здоровый арт-отдел из тысячи художников нормальную хорошую картинку. Потому что мы знаем, на самом деле, как выглядит арт от одного человека. И вот это очень хорошие примеры. То есть это хорошая годная графика. Но бывают и примеры довольно разношерстные, как Гульман, Пупен Майсуп и какой-то Антайтл. Вот. Но бывает очень-очень хорошая графика. И мы ее тоже все знаем. Но такая графика, ну, мы можем только о ней мечтать. Единственное, что мы можем сделать, это попытаться как можно... Да, ваша игра тут тоже будет. Как можно больше упростить нашу картинку. Ну, то есть лучше и проще, чем вообще ничего не делать. Или делать трешак. Ну, это не правило, но очень хороший тон, когда вы выбираете какую-то простую готовую стилистику, которых сейчас на рынке довольно-таки уже много. И добавляете к ней какие-то свои элементы и как-то ее стилизуете под свою. Если мы рассматриваем 3D, то это low-poly и воксели. Ну, вы, наверное, тоже эти тайтлы знаете. И они тоже сделаны буквально одним человеком. К тому же это вектор и флэт. Ну, да. Пиксель-арт. Это, наверное, флагман этой индустрии, поскольку он ассоциируется именно с ней. Но на самом деле существует еще очень-очень много разных стилистик. Но нам нужно выбрать какую-то одну конкретную и рассмотреть ее в качестве основной. Когда мы начали заниматься разработкой Vilibrium 1, Vilibrium 2, простите, я уже заговариваюсь, очень волнуюсь. Когда мы начали заниматься разработкой Vilibrium 2, то у нас тоже стояла задача, как выбрать хороший экономичный стиль, который сможет поддерживать один UI-щик и один аниматор. Да, и я не понаслышке знаю, каково это быть художником, но при этом UI-щиком. И единственным на проекте. Это очень-очень странно и тяжело. И мы выбрали подстать тому, какой у нас проект, ну, референсы какой-то графики. Vilibrium 2 выполнен в очень темной, острой, тяжелой технике. Про кровь, кишки и тому подобное. И мы хотели как бы отразить это, но по-своему. И как этого добиться? Ну, для начала нужно будет провести декомпозицию стиля. То есть выделить на вот этих вот картинках основные элементы, которые задают этот стиль. То есть это черные тени, рваные образы, однотонные заливки. И когда мы декомпозируем этот стиль, то у нас получается уже более-менее какое-то представление о том, как он реализуется. Теперь нужно просто добавить какие-то свои элементы. Ну, чтобы подчеркнуть остроту Vilibrium 2, мы использовали, допустим, в персонажах такие острые градиентные линии. И использовали их, в принципе, на всех асетах. Также мы ограничили глаза по типу формата и светлые тона заливки. И опять же вот эти все линии. И когда мы это все собрали в одном персонаже и раздублировали на несколько линейк, допустим, волков, оказалось, что мы, в принципе, не так уж и плохо справляемся для UI-щика и аниматора. Получилось очень здорово. И это показывает то, что если соблюдать какие-то определенные правила, какие-то определенные гайдлайны, которые вы заранее себе пишете, именно просто ограничьтесь там тремя правилами. Черная обводка, острые линии и какая-то заливка. Допустим, там плановая заливка. И если вы будете соблюдать эти вещи на всех буквально картинках одного типа, то у вас получится более-менее цельная картинка. Ну и иногда мы об этом забываем. Вот почему нужно за собой записывать все вот эти вот вещи. Они у меня выложены в отдельный документ. Когда мы делаем полную хрень и потом просто не понимаем, почему она не соответствует силуэтам. В этот момент как раз нужно пробежаться по гайдлайнам. Гайдлайн также будет полезно для аутсорсеров, которые к нам обращаются. Особенно если у вас не просто какая-то маленькая игрушка, которую нужно сделать там за три месяца. А у вас очень-очень много контента. И вот эти вот гайдлайны, которые вы задаете, их можно просто прикреплять к техническому заданию. Прикреплять какие-то такие вот моменты. И пока вы выполняете сложные творческие задачи, такие как отрисовка ПВП-турниров, то у вас будет чем заняться аутсорсером. Также, чтобы не просто драть чужой стиль, а использовать также и свои какие-то особенные вещи, то лучше взять какие-то лорные элементы. Если у вас есть история, то возьмите какие-то предметы, которые будут подчеркивать. В Вивилибре у меня очень тяжелая такая мрачная атмосфера, когда все умирают, там всем плохо. И вороны, как символ, в принципе, смерти и уныния. Я вас не угоняю в депрессию, нет? Хорошо. Они отразились таким элементом и прошли сквозь интерфейс, костюмы персонажей. Если вы посмотрите, допустим, на ее крылья и на ее плечи, то вы заметите, что там есть схожие элементы. Соответственно, тоже с хвостом и женщина с хвостом. У нас также это было все на заставках, но, к сожалению, до Дивгама она не доехала. Я не знаю, я очень сумбурно рассказываю и, кажется, я вам очень много не рассказала, но вы можете задать вопросы, которые вас, наводящими вас заинтересуют. Да, я просто половину забыл. На самом деле, большое спасибо. Я думаю, ты рассказала самое главное. Ты показала очень полезный инструмент для любого художника, арт-директора, арт-лида и просто руководителя. Это вот конкретно пошаговое создание гайдлайна для арта. Очень полезно. Я вот себя намотаю на ус. Это здорово. Ребята, если у кого-то есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Привет, Саша. Спасибо за доклад. Было клево. Я не художник, ну, типа, совсем. Я тоже. Не пались. Я приехал, ну, пришел на самом деле послушать, потому что мне интересно как раз, вот я захочу что-нибудь сам сделать, да, я там все умею, а вот рисовать не умею. Как вот выработать какую-то картинку. Ты сказала, надо выделить несколько элементов, да, и, значит, им следовать. Есть ли какие-то предпочтения по поводу, ну, не предпочтения, есть ли какие-то желательные форматы в том смысле, что, допустим, вот это вот можно выделить для себя, чтобы было дешево, ну, быстро работать, например. А, вопрос о том, что самое дешевое, да? Ну, грубо говоря, да. Мы же про доширак собрались поговорить. А, допустим, вот эти вот элементы лучше не брать себе, потому что тут надо будет, да, у вас будет всего лишь три гайдлайна, типа все четко, все красиво, но будет очень много работы, потому что… Ну, на самом деле все очень зависит от самого проекта, то есть то, на чем завязан геймплей. Бывает такое, что просто геймплей не вяжется с картинкой, и это бывает даже не только в инди-студиях, когда мы там в биксель-арте на каких-то уродливых коняшках делаем это, вот типа таких, но и когда даже большие студии, вот они делают хорошие вещи, они не увязывают это с геймплеем, потому что они просто не подходят по сеттингу. Если брать какой-то безопасный вариант, то я бы начал с прототипа. Я бы сначала обыграл эту механику в нескольких вариантах, то есть когда у тебя есть там ортогональная перспектива, ну, возьмем там, допустим, какой-то JRPG классическую, там финалочку, вот, и попробовать покрутить ее в разных вариантах, и накидать какие-то хотя бы драфты для того, чтобы понять, как рисуется этот стиль. И вот эти вот все стили, которые я перечислил, это может реально освоить каждый не художник даже, вот, буквально посмотрев один туториал. Особенно это касается флет-стайла, но наверняка кто-то знает эту игру, она клевая, вот. В ней очень важен, правда, материал дизайн, об этом, ну, можно умолчать. И еще мини-вопрос, ты показывала несколько видов глаз, я не понял, чем отличаются третья и четвертых. Третья и четвертая. Глаза. А, глаза. Так, давайте найдем. Ну, они на самом деле здесь расширены и светятся, просто проектор этого недостаточно показывает. Окей, спасибо. А вы таки заметили эволюцию, да? Эволюцию в этом? Здорово. Привет. Привет. В общем, спасибо за доклад. Это вот графика, это из вашего проекта, да, я так понял? Да. А можно немножко подробнее про проект, то есть, ну, просто что это само по себе? А, ну. Ну, если можно. Пока на меня смотрит Сережа, мне очень странно говорить, но это, ну, по моему мнению, как я это воспринимаю, это коллекционная карточная игра с RPG-элементами, открытым миром и песочницей, кажется. Вот как-то так. А, еще с синхронным PvP. Вот. А еще там не карты, а монстры. Монстры, не карты. Они анимированные. Вот. А что еще о нем можно сказать? У меня есть вопрос. Ты упомянула, что ты занимаешься интерфейсом, правильно? Ага. С какими сложностями ты столкнулась как художник, когда тебе нужно было дизайнить интерфейс? Это же другая, другая совсем сфера. Это про верстку, про юзабилити, про вот эти все страшные слова. Расскажи об этом побольше. На самом деле, я просто очень люблю квадратики, я очень люблю интерфейс. Это действительно то, в чем я могу, ну, как бы, делать действительно важные и хорошие вещи. То есть графика – это далеко не сильная моя сторона. Это… я не умею рисовать, правда. Посмотрите на это. Любой из вас делает это лучше. Вот. Самые сложные моменты в интерфейсе были – это то, что мы не могли применить стандартные паттерны на нашу игру. То есть хорошим интерфейсом считается тот, который очень легко воспринимается из-за того, что у тебя есть какой-то бэкграунд к нему. Когда у тебя вот коллективл карты, MMORPG, VWP, синхрон и так далее, это как бы уже наслаивается очень сильно на количество непривычных активностей в непривычных местах, то есть совершенно новых вещей. И нужно было как-то очень сильно это оптимизировать и сделать нераздражающим. Но мы вышли из этой ситуации, поскольку это была очень интересная задача. Вот. И несмотря на то, что мы решили ее по-своему, в ней все разбираются. Вот. Единственное, это то, что в мобильных… А, да, вот. В мобильных играх со шрифтами вообще очень все плохо. Да. Особенно, когда у тебя гейм-дизайнеры пишут много текста. Знакомая история. То есть правильно я понимаю, что вся графика и внутриигровая, и интерфейсные – это твоих рук дело? А, не только моих. Это заслуга еще и девочки из Иваново. Девочки Ксюши. Она внезапно появилась у нас на проекте и сразу попала в стиль. А также аниматора Альберта. То есть мы как-то по большей части втроем срались. А еще были ребята из Новосибирска, для которых я эту документацию писал, но они не очень ее любили. Не очень любили в нее заглядывать. Так что все по чуть-чуть были, но до сих пор сижу как бы с самого начала только я там. Очень здорово, очень динамично и быстро. Можете посмотреть по этой статистике, что вы в каждой разгазе у меня и что-то после того, как раз вы спросите. Я очень быстро. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вот такой вопрос немножко к продолжению UI. А как вы разрабатываете UI, то есть прототипирование и так далее? Как начинается разработка? Как она начиналась непосредственно на этом проекте или как она должна начинаться? Ну, у вас, наверное, как-то пересекались эти две темы? Периодически. Скажем так, сетка для меня перестала существовать где-то через месяц после этого. Ну, поскольку там уже основные элементы разбились на группы, подгруппы, там, кнопочки, элементики, выдвигающиеся плашки, там, окошки, таяющиеся вещи и так далее, то ты уже более-менее представляешь, какой там по пунктам диапазон они из себя представляют. Но начиналось, конечно, все с ваирфреймов. Но еще до этого начиналось все с тестового задания, которое мне дали, сделать там красивые хадо-элементы, и я такую дрянь нарисовал. Ужас. А прототипирование какое там? На бумаге или как? Ну, на бумаге нет. Я, наверное, как обычно делаю, как я проверяю, работает у меня интерфейс или нет. Я делаю макап в иллюстраторе, ну, стандартная вещь, поскольку это не мак, у меня нет скетча, то приходится делать так. Потом я это, естественно, закидываю куда-нибудь, там, в дропбокс или еще что-то и смотрю. И делаю так 16 вариантов, и потом скромно показываю три, как финальные геймдизайнерам. Они не очень привередливые. Спасибо. Все? I'm lightning. The rain transformed. Какие-нибудь еще вопросы? Народу все понятно. Хорошо. Огромное спасибо тебе за доклад. Спасибо вам. Извините, что я такой сумбурный. Спасибо. 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 Продолжение следует...